Магомед Махачев и Магомед Сулейманов лишились депутатских полномочий. Такое решение было принято сегодня на очередной сессии Народного собрания. Также на рассмотрение депутатов было вынесено более 30 вопросов. Подробнее расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Полномочия Махачева парламент прекратил на основании того, что он без уважительной причины не принял участия в трех заседаниях собрания. А Магомед Сулейманов сам подал заявление в парламент о прекращении своих полномочий. Оба они сейчас находятся под стражей. Бывшие депутаты обвиняются в создании преступного сообщества. Затем депутаты перешли к обсуждению проектов законов из самых разных сфер. От фракции «Справедливая Россия» выступил депутат Марат Альяров. В частности, парламентарий остановился на развитии строительной отрасли через призму государственно-частного и муниципального партнерства. По его мнению, основной целью закона является создание условий для привлечения инвестиций в экономику республики. Государственное частное партнерство и муниципальное частное партнерство позволяет согласовать интересы инвестора, государства и общества в лице местной власти, придать жилищному строительству социальную направленность. Кроме этого, преимуществом привлечения частной инвестиции является сокращение затрат со стороны государственного бюджета. 71 депутат высказался за, трое против принятия закона об исчислении налога на имущество по кадастровой стоимости объекта. Депутаты уверены, это позволит пополнить бюджет республики. Кроме того, принятие этого закона сразу в двух чтениях восстановит справедливость и защитит бедные слои населения. Мы посмотрели на конкретных примерах, посмотрели город Махачкала, Каспийск, различные муниципальные образования. Я вам хочу сказать, что в большинстве случаев кадастровая стоимость налога по кадастровой стоимости будет ниже, чем ранее был налог по инвестиционной стоимости. Прибавку к налогу мы получим за счет того, что введем дополнительно объекты налога на налоговую базу. Следующим депутаты рассмотрели законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера для определения социальной доплаты к пенсии. Расчет осуществляется на основании потребительской корзины. Сумма прожиточного минимума пенсионера на 2019 год составила 8600 рублей. Для сравнения, прогнозная величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации в 2019 году составит 8846 рублей. В принятии указанного закона о предлагаемой редакции не потребует внесения вменения в законы и нормативные правовые акты Республики Дагеста и не потребует предъявление дополнительных финансовых средств из Республиканского бюджета. По всему плану, финансирование социальной доплаты будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. О проблемах борьбы с туберкулезом в своем выступлении говорил представитель Единой России. Парламентарии обратили внимание на необходимость завершения строительства нового здания противотуберкулезного диспансера. Для этого депутаты предложили увеличить финансирование данного направления медицины. В республике всего у нас лекарственную скоростью в форме туберкулеза 584 больных. Стоимость курса лечения одного больного на сегодняшний день нам уходит около 500 тысяч рублей. На сессии были приняты поправки к ряду республиканских законов. Среди них законы об образовании, объектах культурного наследия, а также вопросы благоустройства городской среды. Вдобавок было принято решение назначить Марата Пайзулаева председателем комитета по образованию, культуре, делам молодежи, спорту и туризму. Напомним, что прежде этот комитет возглавлял находящийся под следствием Раджапа Абдулатипов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин